Здравствуйте, дамы и господа. Итак, на обзоре еще одна зеркальная камера от Nikon, причем обзоров на эту камеру в сети немного. Сам я довольно безразлично относился к 7000 серии Nikon, считая ее довольно-таки неоднозначной. И причины этому были. Но при выходе аппарата Nikon D7500, а у меня чуть ее уже на интересной модели, я сразу попросил эту камеру на обзор. Давайте посмотрим, что именно заставило меня присмотреться к этой камере. Так что характеризует хороший фотоаппарат сегодня? Если очень просто, соотношение цены и качества аппарата и оптики к нему. Но главное это конечно качество картинки. И когда я только рассмотрел эту камеру и сделал первые кадры, стало ясно, что тут все очень и очень интересно. После чего, что бы я не снимал, всегда получалось лучше, чем я рассчитывал. Это важный момент, когда кадр почему-то лучше, выразительнее, объемнее, насыщеннее, чем ожидаешь. С лучшей игрой с этой тени и именно с теми оттенками цвета, которые хотел получить. Есть аппараты, которые снимают сухо. Будто это акварель по сухому. Есть и вообще камеры с точным балансом белого и верными, вроде бы цветами. Но кадр которых без обработки выглядит, как будто нарисованный неважнецкими такими цветными карандашами. А после обработки все равно сохраняет точную, но обедненную палитру. Так как, если нет тонких оттенков цвета, даже и после обработки в нужных местах они не появляются. Хотя да, многие фотографы говорят про такие фото, что у них хорошие скинтоны, точные цвета. Однако бывает, что лицо модели выглядит, будто выкрашенное одним так называемым телесным цветом. А едва заметные рефлексы, игра теплых и холодных оттенков из-за разного залегания сосудов под кожей и т.д. не отображаются. На свету больше белого, в тени больше черного, никакой игры рефлексов, хотя палитра та же – sRGB. Это целый каскад проблем, который начинается со слишком однообразного распознавания уровня цвета в единичном пикселе, демозаика и кончая последующей математикой сборке изображения, а бывает у камеры прямо вкусная картинка. В этой камере я внезапно обнаружил удивительно красивую цветопередачу тонких оттенков, которую к сожалению две трети зрителей не увидят, какой бы замечательный монитор у них не был. Поэтому я скажу для большого количества людей это – удачная по показателям цена-качество камера с хорошим набором технических возможностей, отличный быстрый инструмент для работы. А с остальными будем рассматривать дальше, в чём собственно делай, почему я так странно начал видео. Но сначала давайте посмотрим на особенности этого аппарата. Многие знают, а кто не знает, так я скажу – это не секрет. Nikon уже больше года назад изменил иерархию в линейке камер DX или камер с матрицами APS-C. Так как была выпущена отличная камера Nikon D500, то линейка немного подвинулась вниз. Nikon 700 серии больше не флагман линейки Nikon DX. Это, разумеется, отразилось на всех его параметрах. И это, по сути, совершенно новая камера теперь в линейке Nikon DX. Она спозиционирована выше Nikon D5600, например, который позиционируется как любительский и флагманом Nikon D500. Таким образом логическая и маркетинговая пустота оказалась заполнена камерой Nikon D7500 и камера тут же получила Авард ТИПА как лучшая зеркалка APS-C уровня Эксперт. А у ТИПА выше располагается Авард Профессионал. На нём ожидаемо находится Nikon D850. Ниже класс Энтузиаст. На нём тоже достаточно ожидаемо расположился Canon 200D. То есть с этого года D7500 камеры другого класса и даже на ТИПА это учли и оценили. У Nikon D7500 теперь карбоновый корпус, хотя, снимая на него я готов был поклясться, что он металлический, однако я вижу стальные закладки в области штативного гнезда байонета и прочих нагруженных мест. Однако корпус очень жёсткий и имеет пылевлагозащиту, а на затвор даётся гарантия – 150 тысяч срабатываний. Камера сохранила микрофонный вход и выход на наушники для контроля звука. По настройкам уже можно сказать, что камера неплохо заточена под видеосъёмку. Она может писать 4К видео как на внешний, так и на внутренний носитель, причём на внешний с любимой всеми выборкой цвета 4.2.2. Full HD пишется со всей поверхности матрицы, в то время как 4К с пропуском пикселей и небольшим кропом. И это логично. На формате Full HD 1080p запись с пропуском пикселей часто приводит к олиасингу, который выражается в дребезжании непрерывных вертикальных и горизонтальных линий, и других столь же приятных явлениях. Но на 4К, во-первых, пропуск пикселей не такой частый, во-вторых, намного больше деталей, поэтому удаётся записывать гладкую картинку с оптимальной загруженностью процессора. Камера полностью функциональна при видеозаписи, т.е. во время видеозаписи коррекция экспозиции и диафрагма управляемые. Я не проводил специальных тестов видео у этой камеры, и это последний случай, когда обзор камеры Nikon проходит без полноценного теста видео. Камера пишет таймлапсы в двух форматах. Отдельными кадрами для последующей сборки и сразу видеофайл интервально, так что есть возможность выбрать. В байонете сохранена отвертка для безмоторных объективов. Камера оснащена 20мп матрицей, как у D500, что я очень приветствую. Вы знаете, что я люблю крупные сенсор пиксели, чем их меньше, тем они крупнее. Традиционно это матрица без низкочастотного фильтра. Процессор XP5 тот же, что и на флагмане D500. Позволяет снимать серию со скоростью до 8 кадров в секунду и лучше обрабатывать кадры и видео. Снижение статуса камеры больше всего сказалось на двух вещах. Теперь у камеры нет возможности крепления бадблока, что для меня всегда была странной затеей. Камера на своей батарее по версии SIPA может снять 1240 кадров, а если снимать по-человечески, то вдвое больше. К чему вот это вот увеличение размера с одной только целью иметь на борту две, а не три батареи я не очень понимаю. Увидел на индикаторе, а индикатор пятипозиционный, что батарея кончается. Заменил и все вопросы. Но, кто любил потаскаться с бадблоком, выдавая камеру за Nikon D5. Второй даунгрейд, как на мой взгляд довольно заметный. Теперь у камеры один слот под карту памяти. Это достаточно дорогое и сложное дублирование, характерно только для профессиональных камер, поэтому ничего удивительного тут нет. На сегодня выпускаются карты памяти чуть ли не какой угодной ёмкости. Я рекомендую взять карту хорошего производителя со скоростью записи 120 Мбит в секунду или выше и объёмом 64 Гб, а лучше 128 Гб, засунуть её в слот и забыть её там навсегда. Все проблемы возникают при смене карт туда-сюда. Если вы её не трогаете, она работает намного дольше самой камеры. Видоискатель остался хорошим, со стопроцентным покрытием. Блок фазового автофокуса обращает на себя внимание тоже, так как занимает примерно три четверти по ширине и две трети кадра по высоте, что заметно больше, чем у фуллфреймов. У камеры 51 точка фазовой фокусировки с 15 крестовыми, что в работе никак не мешает, так как большинство зеркальщиков, да и без зеркальщиков снимает по одной перемещаемой точке фокусировки. Количество точек автофокуса в этом случае может рассматриваться как количество позиций размещения прицела камеры. И я считаю, что цифра 51 это вполне приемлемо. Интересна также система замера баланса белого и отслеживания объектов в режиме зеркала. Для этого используется дополнительный RGB датчик на 180 тысяч пикселей. И мне часто пишут, а какой смысл в D7500, если он стоит почти так, как фуллфрейм D750. Ну как почти. Корпус D7500 стоит в среднем 1150 долларов, а корпус D750 в среднем 2000 долларов. Учитывайте, что вся оптика на фуллфрейм закономерно дороже. Может для кого-то это и почти одинаковая цена, но вообще-то это называется вдвое дороже. Где же почти одинаково? Вдвое дороже. У D750 лучше показатели ISO. Говорят. На канале есть обзор на прекрасный D750. И у вас есть возможность сравнить картинки на разных ISO с этих двух камер. Я никаких заявлений делать не буду. Вот тестовые снимки с Nikon D7500. Вдвое дороже. И у меня просто Mani и D750 поезд finishes. Что-то самое. И только Rosen так. Итак, 6400 можно снимать. Кто не любит зерно, откорректируйте в RAW-конвертере, а я бы не стал. Мне нравится зерно. 12800, контуры слегка поплыли, да. И это похоже на картинку с большинства фулл фреймов. Сказать, что Nikon D7500 впереди планеты всей по чувствительности нельзя. Но фулл фрейм камерам, анонсированным больше четырёх лет назад, она уже практически ни в чём не уступает. Последний момент, с камеры убрали NFC. У аппарата есть стандартный Wi-Fi и работа с пониженным расходом энергии по Bluetooth. Я как-то не расстроился, но может быть кому-то NFC необходим для… Ну я не знаю для чего необходимо три типа подключения на одной камере. В общем есть Wi-Fi и энергосберегающий Bluetooth. От NFC отказались. Предварительно резюмируя, у аппарата хорошие возможности. Давайте посмотрим на его официальные технические данные. Продолжение следует... Мне здесь нечего комментировать. То есть эти данные выглядят как калька с данных с D500. И в одном месте автофокус такой же, как у бывшего флагмана D7200. Только теперь этим автофокусом управляет более мощный процессор. Так что всё равно автофокус не такой же. Хотя есть интересная особенность. В видеорежиме на матрице включается электронный эмулятор 5-ти осевой стабилизации. Электронный стабилизатор на матрице прямо таки завоёвывает рынок. Что тут скажешь? Сегодня этот раздел будет самым коротким. Так как это типичное управление Nikon. Два колеса под указательным и большим пальцем. Выдержка и экспозиция. Джойстик на vipad. Кнопка спуска с тумблером включения спереди. Управление полностью адаптировано под правую руку. Что хорошо и удобно. Это типичное управление Nikon. Одно из самых продуманных наверное. Габариты камеры ещё позволяют иметь ей полноразмерный хват под руку. Колесо режимов и кольцо типов срабатывания зеркала и затвора имеют кнопочные фиксаторы. Обозревателям в вязаных перчатках конечно они не понравятся. А я считаю что они тут были с самого начала и именно такие достались в наследство от флагмана и пусть стоят. Это надёжно, точно и удобно. Обозревателям в вязаных перчатках так же не понравится сенсорный наклоняемый монитор. А это очень удобно. Монитор устойчиво работает до нулевой температуры и управляет не только фокусом и просмотром картинок, но и в меню. То есть отличное управление и очень хорошая эргономика. Сенсор глаза над видоискателем позволяет отключать монитор, что экономит заряд батареи. Дизайн. Именно эта серия дальше всего от стандартного стайлинга Nikon. С другой стороны посмотрите на камеру. Тут кнопки везде. Живого места нет. Она не так красива как Nikon DF или Nikon D5600. Но камера выглядит очень корректно. Всё выверено, элементы не большие, не маленькие. Стилистически каждый элемент строго соответствует всей идее дизайна. Это классика зеркальных цифровых фотоаппаратов почти в чистом виде. Аппарат внушителен и очень хорош тактильно. Камера получилась очень приятной. И наконец мой любимый тест. Потому что это не совсем тест, я просто хожу и снимаю. В нём видно как работает камера. Давайте посмотрим. ИСПАТИО Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резюмируя, сегодня топовые беззеркальные камеры с надетой на них адекватной оптикой сравнялись по размеру и весу с зеркальными аппаратами или почти сравнялись. Разница осталась в управлении и в самом методе съемки через оптический видоискатель. Хотя зеркалки обзавелись всеми беззеркальными технологиями, если включить режим Live View и снимать в нем. Поэтому разница пролегает не в области размеров системы в целом, а в качестве картинки, цене и надежности и как вам привычнее и удобнее снимать. И да, в количестве и качестве оптики в системе. А вот по этому показателю, количеству и качеству оптики, мало кто может упрекнуть Nikon. Это одна из немногих красиво снимающих цифровых камер. Кто бы мог ожидать, что даунгрейд приведет к таким результатам. Хотя похожие результаты на Nikon уже были после упрощения абсолютного флагмана Nikon D3 до Nikon DF. Они привели к появлению совершенно потрясающего фотоаппарата. Эта камера тоже заслуживает самого пристального внимания фотохудожников, энтузиастов и тревел-фотографов всех направлений. Но не только их. Это просто отличная, хорошо снимающая и красиво снимающая камера. Как всегда, я мог бы долго говорить об этой камере. Но на этом все. Всего доброго, до свидания и творческих успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok